Ребята, всем доброе утро! Я сейчас смотрю Ревизора на телеканале Пятница. Я позанималась, сделала упражнения, приняла душ, приготовила завтрак и сейчас я буду кушать. Я сварила овсянку на воде, мне больше нравится, я делаю ее соленой. Вот, не знаю, мне она больше так по вкусу. Плюс еще сыр, чай и вот пару вот таких вот тонких кусочков хлеба. Это у меня такой вот будет поздний завтрак и потом на обед я буду кушать суп. Я о том, что сегодня мне на учебу к 6, да, к 6.30 или к 6, надо посмотреть, я не помню уже расписание. Вот, поэтому я сегодня полдня дома и Ваня, кстати, уже убежал сдавать экзамен. Я держу за него кулачки, чтобы он все сдал, написал и где-то вот к обеду он уже будет дома. Вот, ладно, ребят, я буду кушать. Так что всем приятного аппетита и буду смотреть передачу. Экзамен мой вернулся с экзамена. Я написал экзамен и домой свалился домой. Домой и свалил, во. Было 10 вопросов и все были сложными. Поэтому, я думаю, он ей написал нормально. На все вопросы ответил? На все. Ну, я везде писал, но не везде правду. У меня учитель сказал, что говорит, никогда не оставляй пустым ни один ответ. Ни один вопрос. Ну да, вопрос. Я думаю, чтобы здесь написать. Ну, короче, везде формулы писал, которые знал. Ну, которые приблизительно подходили, поэтому... Ну, я думаю, если что, там где-то 0,1-0,1 напишут, и я в итоге нагребу. Кстати, в комментариях спрашивали, почему так много экзаменов. У меня сейчас сессия началась, да. Потому что здесь, получается, тебе даются зимние каникулы на подготовку. И после зимних каникул сразу же начинается сессия, куча экзаменов. У меня получается она до конца декабря. Потом в феврале ты отдыхаешь. Ну да, но там идут пересдачи. То есть все, кто завалили первый экзамен, который у меня был где-то в октябре месяце. Ну да. И плюс этот второй. То есть если кто-то один из этих экзаменов завалил, то идешь на пересдачу. Она, получается, начинается в конце декабря. То есть сразу после экзамена. Там вроде неделя перерыв. И потом неделя февраля. Отдых или нет? Ну, пересдачи. Ну, ты экзамены делаешь. Отдыхают те, кто написали хороший экзамен. А те, кто что-то завалили, нужно пересдавать. Они вместо того, чтобы отдыхать, учат. Но ты все равно потом, когда начинается второй семестр, ты как бы там сильно не напрягаешься. Поэтому... Поэтому все понятно. Напрягаешься в конце, когда экзамены, ты думаешь, что я ничего не делал? Почему? Каждый год одно и то же. С нового семестра начну заниматься. Не верьте себе. Мы, кстати, с Ваней покупали вот такую вот лотерейку. Здесь в Испании традиция на Рождество либо на Новый год покупать лотерейки. Мы ничего не выиграли. Ну, это не Рождественская. Это Эль Ниньо. Это Эль Ниньо. Рождество. Нет. Нет. А, это... Рождественская, она идет... Надаль. Выигрыш 22-го числа. А, и называется Надаль, а у нас Эль Ниньо называется. Эль Ниньо. Это Нарейис. Праздник, который был с 5 на 6, да? Ну да, про которых три короля я рассказывала. Да, вот. На эту лотерейку, короче, это стоило на 20. Ну, мы ничего не выиграли. Вообще ни копейки. В общем, даже не вернули деньги. Ни копеечки вообще. Мы только лотерейки не покупаем. Вот раз в лотерейке. Хотя я нашла новость испанскую, где показали людей, они прям в этом... Каждый год показывают. Да нет, люди выигрывают. Просто вероятность выиграть там... А ну-ка, давай, статистику нам подсчитай. Очень много человек участвует. Ну, ничтожное. Ты кушать хочешь? Я кушаю, да. Суп или пирог? У нас 10 тысяч, премии по 200 евро. У нас вообще цифры абсолютно другие. У нас свои атмосферы. Да. Ты суп будешь или пирог? Супчик будешь? Ну, хорошо. Я тогда пошла... Последний? Да, последний. Пошла разогревать тогда. Я не застрекала, кушать хочется. Супом, а на, грызи. Можно. Мы с Ваней три дня не выносили мусор. А мы каждое утро его забывали. Это не на пол, а мы вообще выходили куда-либо. Куда-либо. Мы постоянно его забывали. Смотри, чтобы они не порвались и не раз это... Они полупустые. Да, конечно, полупустые. Смотри, вообще ничего не везет. Ага. И сейчас Ваня меня повезет на машине на станцию. А? Стекло? Ага. Нас новый вот этот дом достраивают. Вот. Кстати, вы в комментариях писали, почему Ваня меня не отвозит на учебу. Ну, подожди, вон наша машина. Дело в том, что в Барселону, да, ехать 20 минут, если нет пробок. Вот. А если есть пробки, а они довольно часто. 25-30. Короче, где-то так. В общем, удобнее, и там, возле моего института, негде парковаться. Так что удобнее ездить на поезде. На учебу. Вот. Поэтому Ваня меня только до станции довозит. А потом я еду сама. Ух-хай. У нас на улице холодно. Правда, не настолько холодно, чтобы не ходить на учебу. Вот. И карантинов, кстати, вы писали многие в комментариях, что у вас карантин и траля-ля. У нас в Испании не существует карантинов. Я ни разу не помню, что будет карантин. Никогда. За все годы, которые я здесь учусь, я училась и в школе, и в институтах. Нигде, никогда не бывает карантинов. Тут дети есть... Карантин-то делает, когда заболевает много людей, или как? Ну, да. Ну, а вспомни, ВСО. Все шмыргают, кашляют, чихают. Даже знаю, какую модель хотим. Нигде муги. Да, хочу себе муги. Только нормальные, настоящие. Они китахи. Я так запуталась. О, смотрите, как у меня на солнышке волосы. Прям оранжевые-оранжевые. Что ты ее издеваешь? Так я только проснулся. Ваня попил кофе и лег спать. Нормально. Классно. Снотворное. Че он тормозит, едь давай. Я тут на камеру говорю. Ребята, у меня уже закончилась пара. У меня был только что 2 часа монтаж. Сейчас я закутываюсь, потому что у нас такой ветер там на улице. И я бегу на станцию, еду домой. Я, если честно, очень голодная. Прям безумно голодная. Сегодня очень большую работу проделала. Много чего сделали. А вот и в четверг, я думаю, я уже доделаю до конца. И поставлю уже скоро на свитхом эту работу, которую мы делаем. Вот. Ладненько, все. Побежала я. Ребят, зашла в Тайгер. Хочу купить вот такие вот штуки, чтобы спортом заниматься. Вот. Коврик у нас вроде есть. Еще есть вот такая вот штуковина. Это упражнение для ног. Есть еще такие вот резиночки всякие. О, и есть этот, смотрите. Класс. Но пока что я хочу взять только вот это вот. Ребят, мы уже дома. И мы уже покушали. Ваня занимается. Пусянечка здесь спит. Пумчик, привет. Привет, сонная кошка. Привет, моя шумная кошка. Моя шумная кошка. Ну что ты? Что такое вредное? Ой, я сидела за компьютером, и сейчас я решила, что я хочу... Сделать коктейль? Нет, я буду фисташки кушать. Помните, мы покупали... А? Коктейль не хочешь делать? Я просто коктейль не хочу. Не то, что не хочу делать, я просто его не хочу. Ну, я хочу. Ладно, сейчас я тебе сделаю коктейль. А помните, мы покупали огромную такую вот упаковку? Ну, как огромную? Ну, да, да, 400 грамм фисташек. Мы с Ваней уже его, этот пакет весь слупили практически. Смотри, сколько осталось. Я вообще не прикасался. Ага, смотри. Они такие вкусные. Ладно, сейчас буду делать Ваня коктейль, а потом поем фисташки. Те, кто интересовались рецептом коктейля, вот сейчас вам покажу, какие ингредиенты. Смотрите, здесь два банана, жменька где-то грецких орехов, потом ванильное мороженое. И что нам еще понадобится, так это понадобится блендер. А что он не включается? Там нужно свет нажать на кнопку. А, все. И теперь все взбиваем. Держи камеру. Ты мне одному столько делаешь? Что, каждый раз нужно? Я с помощью ее рассказываю. Ну, как-то так. Это что такое, а? Мы тут это, решили это. Мы тут смотрели, я смотрела точнее фильм. Та, ну что это за привычка снимать вот эту... Привычка? Привычка. Я, у меня такой пушочек на голове. Пушочек такой на голове. Вот, я смотрела фильм, называется Сюрприз. Сюрприз. Ладофака. Ну, такой фильм очень... Ну, рассказывай, какой фильм. Да я не знаю даже, как рассказать. Ну, там вообще история интересная. Интересная. Все. Это все, что я могу сказать. Лежу. Ладно. Мы, короче, вообще включили для чего? У меня вот тут вот выскочил прыщ, и я его выдавила. Что будет это рассказать? Теперь он у меня болит. Очень важная информация. Зая, прыщи, это очень важно. Очень. Я же про это и говорил. Ладно. Всем спокойной ночи. Да? Нет? Всем спокойной ночи. Давай, ты будешь озвучивать, и я буду двигать, ну, в том шевелить. Давай. Всем спокойной ночи. Теперь давай наоборот. Всем спокойной ночи. Катин естественный смех. Ладно, всем спокойной ночи, до завтра, и всем пока-пока. Пока. Пока. Я уже вижу, сколько скриншотов наделают на Катю. А потом Катя будет говорить, почему мне такие фотографии делать? Потому что я хомяк. Как делает хомяк? Ну, ничего. Он что, опять вылез? Нет, нет хомяка. Бух. Стопинцы, спасибо за ваши лайки и комментарии. Люблю вас очень-очень. Спасибо. Спасибо. Мы говорим. Нет. Нет. Я просмотрел. Нет. Бог. Редактор субтитров А.Семкин